Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ей цевьё. Для изготовления хвостика отмерьте необходимую длину бородок и закрепите их на цевьё. После закрепления отрежьте лишние части бородок и расположите нить в месте, находящемся примерно на расстоянии одной трети длины цевья от колечка. Для изготовления крылышек нам понадобится два выреза из парных маховых перьев утки. Ширина вырезов должна равняться ширине загиба крючка. Отмерьте необходимую длину крылышек и закрепите их сверху цевья. Для этого зажмите вырезы между пальцами и приложив сверху цевья накиньте на них один оборот нити. При этом нить должна быть зажата между кончиками пальцев, как и вырезы. Затем натяните нить, не выпуская вырезы из пальцев. При этом бородки сожмутся и будущие крылья ровно зафиксируются на цевье. Убрав пальцы левой руки, закрепите крылышки несколькими оборотами монтажной нити. Затем отрежьте лишние части вырезов и обмотайте нитью вместо среза. Для того, чтобы крылышки располагались вертикально, отогните их немного назад и перед ними сделайте несколько оборотов нитью. Этим мы делаем маленький бугорочек, который будет держать крылья в вертикальном положении. Для изготовления тела нанесите на нить небольшое количество даббинга. И намотайте довольно тонкое тело, ведя даббинговую нить сначала к хвостику, затем обратно. Остановите намотку, не доходя до крылышков, 1-1,5 мм. Для изготовления ёршиков, притык к телу мушки, закрепите петушиное перо. Монтажную нить отведите к колечку. За крылышком сделайте 3 оборота петушиным пером. Затем, отогнув крылышки назад, сделайте перед крылышками 2 оборота. И закрепите несколькими оборотами нити петушиное перо. Затем, не трогая перо, окончательно закрепите его. После закрепления отрежьте лишнюю часть петушиного пера. Сделайте завершающий узел. И отрежьте нить. Затем необходимо расправить крылышки. А для этого дайвинговой иглой разводим их немного в стороны. И поправляем уже пальцами. Стараясь при этом не повредить бородки. Мушка готова. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...